Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня в День памяти преподобного и богоносного Отца нашего Сергия, Игумена Радонежского, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 17 по 23. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно ста Иисус на месте равни, и народ ученик Его, и множество много людей от сия Иудеи, и Иерусалима, и поморья Тирска, и Сидонска. Иже приидоша послушите Его, и исцелитеся от недуг своих, и страждущие от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаше прикасатеси Ему, яко сила от Него исхаждаше и исцеляше вся. И той возвед очи Свои на ученики Своя глаголоша, блажене нищие духом, яко ваше и царствие Божие, блажене алчущие и ныне, яко насытитесья, блажене плачущие и ныне, яко вы смеетесья, блажене будете, егда возненавидят вас человецы, егда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, сына человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, себом сда ваше много на небеси. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время стал Иисус на месте ровном, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы становимся свидетелями первой проповеди Христа после избрания им двенадцати ближайших учеников – апостолов. Как мы видим, ко Христу устремляется множество народа, которые жаждут чуда исцеления от обременяющих болезней и недугов. И Господь возлагает руки свои на недужных для исцеления. Люди и сами тянутся к Спасителю, чтобы прикоснуться к Его одежде, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Именно во время этого духовного подъема среди множества людей, еще более укрепившихся в вере совершенными чудесами, Иисус Христос обращается к ученикам и народу со словом проповеди о блаженствах. Ивангрист Лука, как, впрочем, ивангрист Матфей в тексте Священного Писания употребляет греческое слово «макариос», которое можно перевести на русский как «счастливый» или «благоденствующий». В античном мире блаженными обычно именовались боги, а также уподобляющиеся богам люди – титаны, потому что они воплощали в мифах мечту людей о земном счастье и благополучии. Это греческое слово, и его значение замечательно характеризует саму суть христианства, которому присуща божественная радость. Рассмотрим блаженства, переданные нам со слов Христа, евангелистам Лукой, более подробно. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». В греческом языке есть два слова, обозначающие нищих. «Пенес» – это трудящийся человек, у которого нет ничего лишнего. Человек небогатый, но и ненуждающийся. «Иптохос», что означает «полную и крайнюю нищету». Именно второй вариант и использует евангелист Лука. Святитель Хроматий Аквирейский пишет, «Мы знаем, что многие бедны мирским имуществом, однако не оставили грехи и чужды, верив в Бога. Их, очевидно, нельзя назвать блаженными. Блаженны те, кто, презрев богатство мира и отвергнув мирское имущество, захотели быть бедными в мире, чтобы стать богатыми в Боге». Другими словами, нищета духовная – это крайняя нужда в Боге, осознание своей абсолютной беспомощности без Него. «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо вос смеетесь». Эти слова Спасителя, по мнению Александра Павловича Лопухина, относятся ко всем людям, которые имеют чувство внутренней неудовлетворенности и могут толкать другой жизни и плакать о неудаче, постигающей их в их стремлениях к высшему совершенству. Поэтому Господь особо поддерживает всякого голодного до правды Божией среди греха, лжи и суеты, а также человека, сокрушающегося о своих грехах, обещанием будущего насыщения и радости. Заканчивается сегодняшнее евангельское чтение словами об особом дне, когда радость и веселье будут для тех, кого отвергнет этот мир и чье имя будет поноситься за Сына Человеческого. К выдающимся качествам Иисуса относится и Его абсолютная честность. Он никогда не оставлял людей в неведении относительно того, что их ждет, если они решат последовать за Ним. Блаженный Феофилак так поясняет нам, о каком злословии за имя Господне говорит Иисус. Не просто поносимый блажен, но только поносимый за Христа и ложно. В противном же случае он несчастен, потому что для многих служит соблазном. Таким образом, святитель напоминает нам, дорогие братья и сестры, что мы должны быть примером добра, но не зла в этом мире. Наша верность христианской вере не всегда влечет за собой мученическую смерть, но человека, настаивающего на своем добром имени христианина, ждут поношения. А человека, проявляющего христианскую любовь и христианское всепрощение, насмешки. Иисусу Христу и сегодня нужны свидетели. Ему нужны не только люди, готовые умереть ради Него, но главное – люди, готовые ради Него жить. Помогай нам в этом, Господь! Господи Боже мой, на Тяуповах Спаси мя от всех гонящих мя, избави мя.